У нас береговая линия очень длинная, поэтому должны с вами распределиться. Выход эко-десанта начинается с грамотной стратегии. Девочки собирают легкий мусор, мальчишки на покрышке. Взрослым самая тяжелая задача – разгребать завалы. На полуторакилометровом пляже работа найдется для всех. Самое страшное на берегу – вот эти вот веревочки и остатки сети, потому что птицы путаются в них, ну и погибают. На побережье вышло больше 40 волонтеров. Школьники, студенты, активисты постарше. Горды называют себя спасителями планеты. На их счету уже несколько вычищенных территорий. И порой мусора так много, что даже пакеты не выдерживают. Почему ты сегодня не отдыхаешь? У тебя же каникулы вроде как последние дни, а вот участвуешь в уборке. Просто я хочу помочь людям. Бухта – счетовая популярное место, но большую уборку здесь проводят впервые. Организатором эко-марафона стала русская рыбопромышленная компания. Акция проходит в рамках благотворительной программы. Цель – сохранить и защитить водные ресурсы. Вышли вместе с волонтерами, обеспечили инвентарем и техникой. А чтобы чистота прижилась, у побережья установили знаки и указатели к новой контейнерной площадке. Благодаря организаторам мусор вывозить будут еженедельно. Наша компания добывает рыбу, соответственно, трудится в море. Поэтому мы, естественно, уделяем большое внимание очистке акватории. Помимо того, что мы будем убирать пляж, мы хотим заняться экологическим просвещением. Фото на память о добром деле. Семья Василец из Благовещенска. Приехала отдыхать, но вдохновилась прибрежной уборкой и с удовольствием влилась в эко-команду. Много мусора? Ага, вообще. Вон такая гора. Участники акции собрали больше 200 мешков мусора. Всех активистов наградили и отметили. Впрочем, надолго с волонтерами не прощаются. Это лишь первый этап большого марафона. В проекте – конкурсы рисунков, экологические уроки и квесты. А за чистотой в бухте русская рыбопромышленная компания будет следить регулярно до конца октября. Возобновят выездные рейды волонтеров и в следующем сезоне. Татьяна Дубко, Сергей Яровой, Вести, Приморье.